Так, экспромтом. Итак, друзья, перед вами один из современных садоводов моих учеников, самый, наверное, продвинутый, самый грамотный. Он же редактор моих книг Павел Николаевич Троценко. Он составил нам компанию с Еленом Александром Савиничем. Мы-то почти местные, Красноярска рядом, а Павел Николаевич живет в Питере. И это его второй приезд. И он, занимаясь редактированием и печатанием книг, прекрасных, роскошных, красивейших книг, чтобы в руки взять праздник, правда, там автор Железов, редактор Троценко. И вот я к чему это все говорю, к тому, что его приезд – это событие. И он умудрился все-таки взять землю и повторить то, что сейчас я ему буду показывать. А показывать я буду молодежь. То есть мы сейчас с вами в саду, который вот он, это сад, который дает сотни ведер только одних абрикосов, хотя он не такой же большой, да? Вот. Но так как Павел Троценко должен в Питере повторить этот успех, а считается, что это невозможно. Абрикосы и Питер несовместимы. Так же несовместимы они в Псковской области, якобы, скажем, с Эстонией, Латвией, Литвой и прочее, прочее. Везде руки опустили. Вот. И я решил так. Его приезд использовать как учебный фильм. А, кстати, вот что он сделал. Давайте вы будете. Я вам говорю. Ага. А мы будем ходить руки на стол. Там очень яркое солнце. Это, к сожалению, ветерок, может быть, будет шум. Значит так. Мы идем по саду, по молодому саду, по питомнику. Для того, чтобы показать, с чего надо начинать сад. Я считаю, что и любой сад, даже если он гектар имеет, садить гектары, ухаживать за ними, охранять их очень сложно. А мое мнение такое, я его отстаиваю везде на кормах. То есть берем эту же тысячу косточек, допустим, посадили на как питомник. Лучши из лучших остаются навсегда. А лишнее или уже сразу продажу, потому что еще надо на что-то жить. Или расширение идет за счет соседей, за счет прикупки по соседству. Или как мы прихватизировали пустоши вот здесь, в районе Садогорска. Все хапали. Пустоши, дороги, вот эти вот, уже не асфальтирование, а грунтовое. И вот сейчас мы начинаем обход по саду. Я покажу, с чего надо начинать не только Павлу. Он фактически как повод поговорить. А я надеюсь, что сотни людей, если не тысячи, возьмут руки. Семечки и начнут с них. И косточки. Пойдемте. Ну, ничего пропускать не буду. Может, это будет целая серия фильмов. Сколько выдержал. Вот, видите, шикарнейшая вишня. Почему она тут растет? Да потому что рука не поднялась. Вот ее мама. Смотрите, с забором, да? Догадайтесь, откуда вишня вот эта взяла? Когда у соседей из нее не было. Ну, наверное, потому что когда-то я ее посадил. Мне садили они, а саду и смоют. Пришла пора, внимание, смотрите, вот сюда. Пришла пора, и вишня ко мне вернулась. Как? Это не семечки, нет. Это корневые отводки. Таким путем, эта вишня... Это кожа корневая кожа? Да, это все корневые отводки. И вот эти маленькие, тут все было бы заросшее вишней. А почему нет? А потому что это питомник, и здесь все время тяпалось. Тяпалось, тяпалось. Но стоило чуть-чуть перестать тяпать, и вот они саженцы. Если... Я к чему говорю? Уезжаете? Значит, ваш. Так, пойдем дальше. Вот вам пример разложения с помощью корней хатозки. Всем интересно, соседи еще. А, давайте вот сюда, Ильяна Славовна. Давайте посмотрим на мою грушу с этой стороны. Когда на солнце, как она смотрится красиво, да? Вот это здорово. А еще... А вот это вот, вот это тоже ваше? Нет, это не мое. Все-таки участок соседский. Где они взяли... Это Ирга. Вот там вот яблони, вот это, может, тоже саженцы ваше? Вот те, которые молодые мои. Вполне видишь? Какой сорт? Отсюда. Я не могу сказать. А, это Жигулевская. Похож на Жигулевская. Жигулевская. Вот. А вы смотрите, сколько вдруг нападало. Это мои груши. А, и еще, знаете, я ближе стану к этому съемке. Интересно, что... Постоянно конфликты. Я знаю, до сюда доходит, до мордобоя. И до Штакетинга, и даже до металлических путев. Это по всей России. Единственное место, где ни один сосед на мне не обиделся. Потому что вот это все, им достаются мои груши, мои яблоки, мои абрикосы. Вот так по всему периметру я экономил место и садил, вынужден, под самый забор. И ни один сосед на меня не обиделся. Вот это яркий пример, как надо дружить с соседями. А когда посадят сосну, и она перелет, затянет полсоседскую садку, тут уж, извините, берут в руки топоры. И такое есть. Из-за метра двух идут, наверное, на один сосед, а я показываю, что можно как дружить с соседями. Какие обиды. Вот это, Лена Санна, ты же знаешь, Петра с Марины, да? Каждый ведрами-ведрами собирает вдоль забора. Правда, вначале спрашивали мне разрешение. Говорю, на вашей территории все ваше. Тень-то падает к вам, дерево-то растет. Ну, ладно, разговариваю. Вот меня смущает, что ветер раз поднимается. Ну, я близко от вас. Это что, манжуйцы это? Давайте так. Нет. Вот это уже, видите, колья? Значит, уже привитые. И потом, кроме этого, видно по, как ее назвать, по благородным листьям. Вот они. Вон там еще, видите, какие? Вот это, наверное, академики. Вон, какие листья жирные, с ладонью. Ладно, идем сюда. В последнее продажа, в общем, вася. Сегодня какой чисел? Сентябрь? Писатка. А Сергей уже зарабатывает деньги. Это он выкапывал вместе с газками и отвозил в Красноярск. Теперь получилось так, что этого питомника всего 5 лет. А вот этим деревьям, которые оставились навсегда, как я говорю, питомник, питомник, все это на продажу. Но часть деревьев остается навсегда. Пойдем тебе покажу, как. Да, они выдавливают молодежь отсюда. То есть, если сегодня выкопал, завтра уже, если он оставит навсегда какой-нибудь саженец, уже соседи расти не могут, затеняются. Идемте, я покажу, как это выглядит на практике. Я это называю, знаете как, я это называю, кочущий питомник. Он уже частично начинает кочевать вон туда, мы туда сходим. Смотрите. Листья чернеют, все, сентябрь. А не интересно, что у груш, они не краснеют, а именно чернеют. Не желтеют и чернеют. Подождите, я покажу вам. Одна из моих находок. Здорово. Дерево четвертый год. Называется, это один из номеровых лидеров. Мы уж не размениваемся на эти самые, на ранецкие полукультурские. Это Росмарин. Похож? Знаете, сюда. Вот они какие. Вот. Гордо показывает. Посмотрели. Идем дальше. А здесь уже видите. А вот все затянуто дерном. Это значит, все, питомник выдавлен полностью. Сейчас здесь густо. Мы берем черенки, вот эти. Посмотрите, сколько их. Груши, яблони. Мы берем их на прививку. А он еще и абрикос. Мы берем их на прививку. Это сдерживает рост питомника. Но до поры до времени. Уже здесь мне пришлось выпиливать лишние деревья. А это дерево мы сюда донули этим косой. Поэтому оно такое. Начинаются сюрпризы. Идем сюда. Ну, гости же не могут это, не собрать. Ну, на этом дереве было немножко, два ведра. Вот. Чтобы не быть голословным, Вот это все, что осталось от полутора-двух ведем. Вот. Я, знаете, все делаю. Это вам на угощение. Вот. Хочу, чтобы вы распробовали. Это квинти. Один из супер сортов Канады. Вот. А это я оставляю, потому что придет Сережа. Вот. А квинти уже тут бедрами собирали. Придет Сережа. Он питомник. А вот. Единственный лучший на планете питомник, потому что зимует на морозе. Даже персики. Покажи персики. Вот. И он зимует на морозе. Так. Вот. И он подойдет к нему, скажет, угощайтесь. И те, которые попробуют это яблоко, это небольшие, крупные собрали. Вот. И куда собрали? И Сергей возил красноярцев не только саженцы, а он еще тут же угощал, чтобы люди видели, что они купили. Многие же не знают, что покупают. Идем дальше. Идем дальше. Вот. Как вам вот эти яблочки? Вот. Это аркад золотистый. Вот. То же самое. Я не знаю, продает ли он саженцы аркада. Не знаю. Значит, мы делаем так. Одно вам вывозите. А это, извините, это пока весь урожай. А, нет, где-то есть еще двесть. Он тут снял уже плод. Не снял, а собрал. Вот. Это так же. Скажет, хочешь аркад? Угощайся. Еще один саженец за тысячу за полторы будет плод. А иначе все это сказки, миф, если не угостить. Идем дальше. А когда-то, Павел Николаевич, на что я рассчитываю? Что вы станете первым в Ленинградской области. Это очень легко. Мы показывали вам сад, который был заложен в 2015 году. А там уже чека не видно. Но сейчас мы не стали там съемка делать. А вот этот сад тоже заложен в 2016 году. Только в 2016 том. И все, что вы увидите, это по-современному на грани фантастики. Потому что вся современная агротехника направлена на то, чтобы все это уничтожить. Например, в этом саду не было ни одного грамма яда химикатов. Даже с лёй не боролись. А вот что выросло. Вот. Вот её размеры. Вся агротехника, а мы с вами же одно поле ягодок. Книги вместе писали. И что получается? Там получается так. Пришла весна, всё голо. Нет ни одного листика. И я уже должен брать наморник. Причём не такой простенький, как от коронавируса. А от яда. Понятно, да? Вот. Респиратор. И ходить по саду. И всё, да. Чтобы каждый, каждый, каждый этот был опрыскан. Каждый, каждый. Вот сейчас мы смотрим, да. Видите, я не обманываюсь. С лёй не боролись. Смотрите. Всем сытые. Все. И тля сытая. Вот. Самое интересное, вы никогда не найдёте муравьёв. Муравьи живут там. На деревьях они не лазят. Вообще. Вот защита от этих самых идёт снизу. То есть там полностью уничтожается с помощью муравьёв всё, что шевелится. Гусеницы, жуки, эти самые, личинки, которые потом превращаются в бабочек, имеется в виду, там, допустим, подожорка. Всё это уничтожается. Само. Здесь полная биологическая совместимость. Полное биологическое разнообразие. Это когда каждый находит себе еду, а в сумме дерево целое. Вот она, Божья коровка. Вот она. И вот получается что? Поверить, что вот эти деревья, вот моей рукой посаженные, вот он сварок. Вон он мощный какой. Да, но уже, говорю, что у него уже нет. Вот. А почему он такой мощный? Он от природы мощный. И вот такой вырастает буквально за считанные годы. А мы вот эти, видите, черенки, самые высокие ветки. Это будет срезано и продано на черенки. Вот. Почему? Маточный сад. Я специально сделал так. Он был бы раз лаписей и пониже. Но когда делаю специальную обрезку, ветку отрезал, три в среднем, три получил. Три отрезал, девять получил. Результат одного такого молодого деревца хватает, чтобы обеспечить питомник черенками. И даже покупать им. А сейчас мы пойдем туда. Отсюда хорошо видно, что вырастает, ну как, без ухода и сразу. Я все время это подчеркиваю. То есть мы не делали этим летом ничего. Вообще ничего. Вот ничего. Вот он весной привил, вот, шли дожди. А прививку надо было полить, но шли дожди. Поливать не стали. И больше, и все лето они их не полили. Не удобрили ни опрыскивали, ни едохимикатами. Вот это для меня, это и есть норма, диалогическая совместимость. Вот. Вот это вот. И если такая ветка 10-20, вот, она совершенно не влияет на общее состояние дерева. Я пытаюсь убедить, что работа по силам, вот такая работа, которая может накормить человека. Вот эти персиди, вот такие вилю земли. Вот прям. Уже был рожай, да? И его семью. И первый год привили. Ну, в принципе, давайте немножко нудной арифметики. Тысячу саженцев по тысяче рублей. Ну, хорошо, новичок нужно посадить две тысячи. Так, допустим. Допустим, полторы пошло. Теперь эти полторы привил, получил тысячу отборных саженцев. Так. Вот. И семья накормлена. Миллион рублей за сезон. Но меня постоянно... Проблема-то самая в том, что у тебя есть эти тысячи. Продать их тяжело. Всю тысячу. А тут зависеть будет только от того, настоящий питомник или нет. Ну, да. Вот. Сергею еду. Тут же выкапнуть, я вам покажу ямки. А если повезешь, допустим, эти саженцы выкопал этот труд, тут он на месте выкопал и уехали. А если повезешь на рынок и стоишь с ними, как дурак, а они вянут, правильно, выкопанные. Даже с комом земли все равно вянут. И рядом саженцы из Молдавии, из Крыма. И вообще, черт, откуда это, чуть ли не из Испании, ко мне обращались наши русские испанцы. Константинович, давайте вам партию подгоним. С Италии. Чтобы все это замерзло. А зачем она вам? Я стесняюсь спросить. Зачем они вам предлагали? А фамилия Раскручина-Желедов. И вот. Получается так, что ты там стоишь с толпой и думаешь, вот уже по 600 не берут. Вот уже по 500. А они вянут. Потом наши конкуренты, они берут вот так делают, смотрите. Вот жалко, я не могу показать. И ни одного листика. И считается, что он живой. Хотя у него десятки маленьких ран перед зимой. Ну, пойдем дальше. А, вот тут покажи хотя бы оттуда. Это уральское наливное. Какое-то оно крупное, а у нас... Мелкое. А у нас вот такое мельше. Но, в принципе, оно должно быть чуть крупнее. Но каждое следующее поколение... Но это ведь оно в питомнике стоит. Каждое следующее поколение на сибирках, оно почему-то у меня начало умельчать, наоборот. Может, еще и от урожая. Если... Уже часть уже нету там. Уже убирали. А если, допустим, было их в два раза мельче, они были бы крупнее. Пойдем дальше. И найдем все обогащать. Вот этот участок, подчеркиваю, реку плен в 2016 году. Вот это, Елена Александровна. Позапрошенные фотографии. С этими... С рамками. С паины. С рамками вот. И... Так. Когда вы видите вот такие сухие ветки, я специально никогда не прячу, показываю. Это результат обрезки. Мы берем серенки на прививку. Вот. И дерево начинает частично... Ну, слава богу, это единичный случай. Вот здесь, помните, сухой ветки? Вот. Я вас угощал. Паины. Плоды 80 грамм были. Вот. И эта ветка, сейчас ее не видно. Она торчала вызывающе. Вот черенки взяты на прививку. Видите? Вот. А дальше она растет, теперь ее почти не видно. Эта ветка. Вот, видите, пятилетние деревья так выглядят. Ну, так-то, классно. Пять лет. Паша, Паша, тут сливы. Память у меня. Стоят. Кандиль. Нет, кандиль золотистый дак. А, значит, это это. Потом подведу кандилю. Да, теперь. От прежних хозяев досталось. Никакой заслуги нет. Но ведерко некрупных. Это фундук. Это лещина. Ну, да. Фундук. Просто не все знают, что такое лещина. Да, ну да, правильно. Лещина-фундук. Лещина-это, как бы, природная форма фундука. Вот. Пойдем к имел бы и удосять. Я, к сожалению, помните на это? На балконе у меня ведра стоят. Это отсюда. Это все с одного дерева. Помните два ведра? А сейчас прям на балконе. Это отсюда. Они еще не все упали. Вот. Ну, я уже перестал собирать. Думаю, Сергею надо для рекламы или не надо. Надо нам фотосессию тут сделать. Вон, поднимите. Под деревом. А, слушайте. Давай. Королево сада. Королево сада. А вот это была культурочка. Пужая стала такая крупная. Была в утренетка. Так, у меня сейчас съемка идет. Если нету, то взялось просто собак. Так, ну что. Вот они такие на молодых деревьях. Вот они такие есть. Я перезвоню через пять минут. Так, ну что еще? Может быть, на этом съемку закончить. Хотя мы много еще не видели. Двадцать три минуты. Двадцать три. А, осталось пять минут, да? Угу. Ладно. Тогда еще надо посмотреть. Рядом у меня находится Аленушка, полукультурка. Вот для Тостюбского района вот она-то и пошла бы. Вот с ней надо работать. Это надо по двое. Надо потом эти ветки прививать. Грамм пятьдесят это точно есть. Уж этот, наверное. Так, посмотрели? Да. Ну, что же деревья покажу? А! Это оба. Вот так они выглядят. Но это зимние. Лежать и лежать. Вернее, осенние, не зимние. Осенние. Они попозже. Вот здесь. Это ям в свое время рухнула. Отломалась гигантская ветка. А вот это уже еще одна ветка отломалась. Вот еще одна ветка отломалась. Очень сложно спасти. Поэтому у нее такой вид из-за отломанных веток. Отломанные ветки сохнут. Но потенциально, если бы сразу получилось так, как бы задумывалось, вот, потенциально, это одна из лучших сортов для России. Невероятная выраженность, вкус. Показать бы яблоко. Ну, вот. На молодых деревьях Самые крупные уже давно выбраны отсюда. Это, как бы, ну, не очень крупные. А оно лёжкое? Да, оно лежит до весны. Ну, не бросайте. Жалко. Я его, мне его по, это, черенки я доставал в питомнике у саду, у Байковой. Галины Николаевны. Косинские ГСУ. Госсортовый участок. Да, я считаю, что это лучшее приобретение, которое я у них добыл. Вот. Ну, еще, чтобы, наверное, можно заканчивать. У нас сейчас остановится самосъемка. 25 минут. А оно только 29, если остановится. Давайте еще давайте глянем. В общем, в общем, так. Павел, вот он, смешанный сад. Вот так вот растет все подряд. Так. Вот здесь, где уже выбраны эти, там будут косточки посажены. Но с каждым годом места все меньше и меньше. Вот, почему? Вот ряд этих самых. Память Якулева. Вот они. Уже плодоносят все. Вот они. Сколько им лет? Этим четвертый год. Классно. Вот это сорт медовая тут была. Пара яблочек. А вот они. Вот сразу же снимал. Вот это сорт медовая. Сорт медовая. Яблочек. Вот это сорт медовая. Попробовали. Ой, ложи. Вот она. Чего так и ходить надо. Надо будет с ведром в ведро брать. на этом будем заканчивать там дальше это дальше идут абрикосы перороски те которые не купили теперь им навсегда тут оставаться но это супер сорта а меньше 100 грамм ничего нет вот академики много чего ну что давайте будем прощаться друзья в общем Павел Николаевич пять лет назад здесь было ничего было ничего вот сейчас это яркий пример того что абрикосы были и будут капризны еще для этого для вашего района но мы ели прекрасно яблоко за счет прекрасно яблоко с левой они не боятся церкви значит получается что все это можно повторить вашим краю именно вам мало того можно выгоняться сразу лидеры чем мы вами желаем будем стараться все до свидания спасибо всем внимание вот